МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ новости. В студии работает Айнормия Ирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. По труду и награды. Юбилейными медалями 25-летия Конституции и Ассамблеи отмечены общественные деятели и представители СМИ. К зиме готовься. Сотрудники ЧАЭС работают на предупреждение пожара в частном секторе. Магистры государственной службы. Впервые сразу 14 госслужащих области зачислены в магистратуру Академии управления. Мудрость переходит к новому поколению. Заместитель Акима Алматинской области Рустам Али встретился с членами Совета ветеранов. В ходе встречи в первую очередь старшее поколение, принимающее активное участие в общественной жизни региона, поздравили Рустама Али с новым назначением. Далее на собрании были подняты вопросы о роли Аксакала в социуме, патриотическом воспитании, гражданской позиции. Как отметил председатель Совета ветеранов Ермек Келемсеид, в регионе проживают более 220 тысяч ветеранов. Во всех районах Алматинской области функционируют ветеранские организации. Их задача – совместными усилиями решать не только интересы пожилых людей, но и принимать активное участие в мероприятиях, имеющих важное политическое воспитательное значение в регионе. Кто находится у руля политики, внутренней политики, хорошо, что он, когда держит тесный связь с ветеранами, он никогда не ошибется, потому что ветераны всегда направят и укажут верный нормальный путь. Почему? Потому что за ними шлейф жизненных путей. Сразу два вида юбилейных медалей вручили сегодня десяти отличившимся общественным деятелям и представителям СМИ. Знаменательное событие приурочено к 25-летию основного закона и юбилейной дате Ассамблеи народа Казахстана. В этом году казахстанской конституции 25 лет. Наряду с принятием основного закона суверенного государства в стране начал работу Институт Ассамблеи народа Казахстана. В честь этого в Талдыкургане вручили юбилейные медали заслуженным деятелям. Тем, кто внес существенный вклад в развитие региона. В Конституции написано, что цензура запрещена. Я в журналистике 25 лет работаю. И я думаю, что это уже заслуженная награда, которую удостоили меня сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо государству, которое ценит своих кадров, своих людей, которые трудятся во благо процветания нашего государства. Поощрили также тех, кто на протяжении многих лет работал на укрепление межнационального единства и внутриполитической стабильности. В этом немаловажные заслуга представителей областного телеканала. Получать награды всегда приятно, но, безусловно, эта медаль особенная в честь 25-летия Конституции нашей страны. Мы отрадны, что сразу два журналиста нашего телеканала ЖТСУ были удостоены столь высокой награды. Это, в первую очередь, стимул. Стимул работать еще более продуктивнее, еще более активнее на благо нашей страны, на благо ее жителей. И я очень рада, что я была удостоена такого большого внимания со стороны нашего государства. Поддержка малого и среднего бизнеса, строительство жилья, кадровые вопросы. Эти и другие темы ежегодного послания президента страны стали предметом обсуждения на встрече городского актива. В нем приняли участие бизнесмены, преподаватели, врачи, а также представители других структур. Сократить штат госслужащих на 10% в текущем и 15% в следующем году поручил президент. Это коснется ответ секретарей, помощников и некоторых иных категорий. Из 151 сотрудника Акимата областного центра сокращению подлежат 15 единиц. Экономия составит порядка 200 миллионов тенге. Вместе с тем президент предлагает расширять границы бизнеса и оказывать предпринимателям всестороннюю поддержку. Это значит, что люди по большей части будут стараться работать на себя. А развитый бизнес – это ощутимые налоговые поступления в бюджет. Я думаю, что в нынешнее время, в нынешней ситуации данное послание нужно расценивать как не просто послание, это действительно рабочая, такая сильная стратегия к быстрому развитию экономики и других социальных сфер. Послание – реально призыв и приказ к действию. Разработку комплексной программы по развитию АПК предложил президент. По мнению участников заседания «Актива», новый импульс получит начатая ранее программа восстановления ирригационных сетей. Уважаемые участники собрания «Актива города», по развитию малого и среднего бизнеса президент поручил в течение следующего года разработать новую нормативную правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса. Любое незаконное вмешательство в государственную структуру предпринимательской деятельности воспрепятствия на работе бизнесменов должен восприниматься как тягчающее преступление против государства. В центре внимания также остается тема доступности жилья. В этом году в городе планируется ввести в эксплуатацию более 130 тысяч квадратных метров. В настоящее время ведется строительство свыше 30 многоэтажных домов и более 375 коттеджей. Особое внимание в своем послании глава государства уделяет и качественному образованию подрастающего поколения. Его первая ступень – охват детей дошкольным воспитанием. На сегодняшний день в Талдыкургане детский сад посещает порядка 94% детей. Решается и вопрос обеспечения жильем студентов. На днях в областном центре открылось новое современное общежитие. Приятные новости есть и для учителей. В будущем году их ждет увеличение заработной платы на 25%. Наряду с этим школы Талдыкургана будут оснащены современным и качественным оборудованием. Послание президента республики Казахстан Хасамжимар Кемельолы дал новый стимул всем отраслям и сферам. И особенно эта сфера касается нашего образовательной системы. Потому что с 2021 года наша заработная плата увеличится еще на 25%. Это огромный стимул для учителей. Учитель будет заниматься только своей работой. В борьбе с пандемией неоценима заслуга врачей, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Отдельную благодарность Аким Города выразил и представителям бизнеса за поддержку работы санитарных постов и больниц в период всплеска коронавирусной пневмонии. «Идет строительство новой инфекционной больницы. В селе Яркин в скором времени будет сдана новая врачебная амбулатория на 100 мест». В видеоконференции одновременно приняли участие порядка 300 человек. По их мнению, каждый должен внести максимальный вклад в реализацию предложенных президентом приоритетов развития. «Уверен, что мы с честью выполним поручения главы государства. Желаю всем удачи и успехов на этом пути». Новый экономический курс страны и разработка социального кодекса позволят решить многие актуальные проблемы, уверены члены АНК Алматинской области. Сегодня представители этнокультурных объединений и сотрудники Дома дружбы собрались вместе, чтобы обсудить основные аспекты нового послания президента. «Казахстан в новой реальности, время действий». Моментов, на которых стоит остановиться, более подробно было отмечено немало. Положительный отклик со стороны членов Института дружбы нашли такие инициативы, как возможность использовать пенсионные накопления для приобретения жилья, увеличение количества квот для проведения ЭКО, помощь малому и среднему бизнесу. Члены Ассамблеи единогласно сошлись во мнении, что сегодня перед гражданами нашей страны открыты новые возможности. Главное – действовать и приложить усилия для реализации намеченных планов. Ведь через трудолюбие, упорство и патриотизм можно добиться больших высот. Во всех инициативах Касамжу Марки Милича Тухаева прослеживается направленность по решению вопросов молодежной политики. Это касательно обеспечения жильем, касательно уровня повышения образования. В нашей республике не только в этот раз, но и всегда уделялось огромное внимание молодежи. Поэтому мы, в свою очередь, должны это ценить и делать все, чтобы возможности, которые дает нам государство, были использованы и с пользой, а также оправданно доверие, которое нам оказывает. Что мне больше всего понравилось в послании, так это то, что Касамжу Марки Милиевич призвал общество изменить восприятие трудовых ценностей, научить молодое поколение ценить труд, а не делить его на престижный и непрестижный. Глава государства поставил перед нами новые ориентиры развития в будущем. Как патриот своей страны, я полностью поддерживаю политику президента и глубоко убеждена в том, что успех в реализации всех озвученных реформ зависит от нашего единства, патриотизма и гражданской ответственности. Три ученика на одно место. Именно так до недавнего времени работала Жайсанская среднеобщеобразовательная школа. Проблема трехсменного обучения отныне здесь решена. В новом учебном году свои двери распахнуло новое учебное учреждение, рассчитанное на 300 учащихся. Все подробности в следующем материале. Для жителей села Жайсан новый учебный год ознаменовался радостным событием. Открытие новой школы учителя и ученики ждали с нетерпением. Строительство было начато в прошлом году. На эти нужды из областного бюджета выделено 960 миллионов тенге. Подрядная организация порадовала жителей, сдав объект даже раньше намеченного срока – на целых 6 месяцев. «Хочется выразить искренние слава благодарности всем тем, кто был инициатором строительства школы, тем, кто за короткий срок построил ее, за поддержку со стороны области, района, села от имени всех сельчан. Я как учитель-пенсионер хочу сказать спасибо». Раньше сельские дети учились в три смены в старой школе, построенной еще в 60-е годы. Теперь ситуация изменится в лучшую сторону. В новом учреждении созданы все условия для плодотворной и успешной учебы. Кабинеты информатики, биологии, химии оборудованы в соответствии с современными требованиями. Однако пока, соблюдая санитарные нормы, в школе будет учиться 56 учеников. «Раньше в школе на 170 мест в три смены училось 480 учеников. Теперь ребята будут учиться в таком большом, светлом, просторном здании, полностью оснащенном по последнему слову технике. Трехсменки больше не будет. Здесь созданы все условия, есть кабинеты для старшеклассников». В новой школе созданы прекрасные условия и для занятия спортом. Просторный спортзал укомплектован всем необходимым инвентарем. Ученики с нетерпением ждут возможность опробовать здесь свои силы. Тем более, что волейбольная команда Жайсанской средней школы является призёром соревнований национального уровня. Теперь, уверены учителя, перед ребятами открыты новые возможности. «В ноябре на республиканских соревнованиях в Боровом наша волейбольная команда заняла первое место. 14 девочек получили медали. Надеемся, что отныне таких достижений будет ещё больше, что в будущем нас примут в сборную команду Казахстана. И мы сможем отстаивать честь нашей страны». Надо отметить, что в этом году в Жамбылском районе насчитывается 33 тысячи школьников. Из них 25 с половиной тысяч начали обучение онлайн. Для младших ребят были открыты дежурные классы. В них обучается около 6 тысяч детей. В целом в населённых пунктах района действуют ещё 22 малокомплектные школы. В них школьники обучаются в штатном режиме. «Сейчас мы работаем с теми населёнными пунктами, где плохой интернет. Устанавливаем роутеры. У 8 тысяч школьников есть компьютеры. Ещё 4 тысячи детей мы обеспечили в этом году. На днях придёт ещё 600 ноутбуков. Таким образом мы обеспечим техникой всем многодетной и нуждающейся семьи». Надежда Белова, Аманжел Жонкишев, Телеканал ЖТСУ. Спасатели, стройся или к отопительному сезону готовьсь. Сотрудники УЧС в рамках подготовки населения к предстоящему отопительному периоду провели разъяснительные мероприятия. И не только. Подробно расскажет Рустам Ралваев. Спасатели, субботник. Выходной день для сотрудников УЧС является важной частью рабочей недели. В эти дни проходят рейды с разъяснениями мер предупреждения ЧАЭС в отопительный период. В этот раз в одном из таких походов участие приняли пожарные, сотрудники местных исполнительных органов, управление полицией, газовой службы и волонтеры. Подобные субботники проходят, начиная с 15 августа. «Заистекший период 2020 года на территории города Алгурган было зарислено 66 пожаров. Из них 38 пожаров произошло в частных жилых домах, то есть в жилом секторе города Алгурган. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество пожаров снизилось на 41%. Пожары в жилом секторе, количество пожаров, произошедших в жилом секторе снизилось на 50%. Сегодня нами проводится целенаправленная профилактическая работа, направленная на снижение пожаров, травматизма людей, а также гибели людей». В ходе субботника по пожаробезопасности сотрудники УЧС обошли сотни жилых домов, разъясняя их жильцам нормы подготовки к отопительному сезону и правила пожарной безопасности. Особое внимание ветким строениям. С проживающими в них людьми проведен углубленный инструктаж по устранению дефектов отопительных приборов и прочистке дымоходов. «Мы живем здесь с 95-го года. Вот это пожарная служба приходила, потом МЧС стали ходить, ежегодно ходят перед началом отопительного сезона. Ну мы, собственно, сами стараемся это без напоминаний, но лишний раз тоже не полезно напомнить и сказать жителям, потому что иногда многие относятся к этому, знаете, как-то спустя рукава. Поэтому люди погибают, горят, травятся». Также в рамках субботника управлением по чрезвычайным ситуациям проверялось состояние датчиков угарного газа. Ранее их на безвозмездной основе установили более чем в полутора тысячи частных домов города. Навещая оборудованные противопожарными устройствами жилые дома, спасатели проверяли исправность датчиков, напоминали жильцам инструкции по их применению и заменяли израсходованные батарейки. Датчики призваны предупредить жильцов и ответственные службы о распространении угарного газа, часто незаметного для зрения. Датчик крепится возле печи. На циферблате отображается уровень газа. Сейчас показатель нулевой. Бдительность – основа безопасности, напоминают сотрудники УЧС города Талдукурган. До начала предстоящего отопительного сезона ими планируется обход более 20 тысяч жилых домов. Рустам Арылбаев, Абвайхут Хпай, телеканал ЖИЦУ. Учиться никогда не поздно. 14 житысусов стали магистрантами Академии Госуправления при президенте Республики Казахстан. Обучаться они будут за счет грантов и бюджетных средств. Кто и как может повысить квалификацию, более подробно узнала Дина Смогулова. Самхат Тараков – государственный служащий больше 7,5 лет. Его задача – подбор кадров. В составе 14 человек прошел отбор в магистратуру Академии Государственного управления. Для любого госслужащего – это возможность дальнейшего повышения в должности и успешной карьеры. Все магистранты прошли конкурсный отбор. Основной критерий для зачисления – свободное владение тремя языками. Будучи работниками государственной службы, мы с женой решили поступать в Академию вместе. Вдвоем прошли подготовку, собрали все необходимые документы. И в итоге оба числимся студентами магистратуры по специальности Государственное управление. После года обучения планируем вернуться на наши прежние рабочие места, но уже с более высокими знаниями в этой сфере. Наша цель – продвигаться по карьерной лестнице с приобретенными навыками и опытом. Усилить качественный состав госслужащих области стремится и Асет Узакбаев. Как и его коллеги по работе, он тоже вскоре получит качественное образование при помощи лучших преподавателей Академии. За его плечами два года службы в государственном аппарате и один год на руководящей должности. Такими преимуществами и должен обладать претендент при поступлении. Я уверен, что Академия государственного управления поможет мне в усилении профессиональных навыков, тем самым укрепить свои позиции на служебном поприще. Хочу задействовать полученные знания в полной мере и стать ещё более востребованным специалистом. В Алматинской области 7 тысяч государственных служащих. Отбор в магистратуру Академии государственного управления происходит ежегодно. Но количество претендентов ограничено. В этом году из Алматинской области новыми слушателями стали 14 специалистов. Обладателями государственного гранта на обучение стали четверо. Остальные будут обучаться за счёт средств областного бюджета. Немаловажно, что один из госслужащих стал обладателем гранта, учреждённого фондом Ханса Зайделя. С 2019 годом в этом году 14 государственных служащих поступили в Академию Препрезидент Республики Казахстан. В 2019 году по нашей области, по Алматинской области поступили всего лишь 3 государственных служащих. Это связано с тем, что в 2018 году в нашем областном центре в городе Талдыкурган открылся филиал Академии. Филиал Академии в этом году с января, начиная по август месяца, принимали документы. Там наши государственные служащие вечерних после работы, вечернее время, их подготавливали по английскому языку, как правильно писать эссе, как себя вести в собеседованиях. У государства, имеющего на службе высококвалифицированных специалистов, несомненно, есть все шансы быть конкурентоспособным. И казахстанская система государственной службы соответствует международным стандартам. Девятикратный чемпион Азии по армрестлингу Абдуалит Астанов начал мастер-классы в районах области. Свой первый урок ветеран спорта провел в Саразекской средней школе. Его цель – популяризировать и распространить данный вид спорта во всем регионе. Мастер спорта международного класса Абдуалит Астанов не только многократный чемпион Азии и Казахстана, но и тренер со стажем. Теперь ветеран спорта решил проводить мастер-классы в районах для местных учителей физической культуры, а те, в свою очередь, накопленный опыт передадут детям. Как отмечает Абдуалит Астанов, именно в сельской местности таится большой нераскрытый потенциал будущих чемпионов. Я хочу развивать армрестлинг. Я верю в то, что наши дети смогут добиваться высоких результатов именно в этом виде спорта. Например, в Кербулакском районе много чемпионов и призеров, и дети, которые здесь живут, могут последовать за ними. Главное – правильно их направлять. Вообще, в приоритете у меня давать мастер-классы в отдаленных районах области. Посчастливилось первыми встретиться со звездой казахстанского армрестлинга физкультурником Кербулакского района. Абдуалит Астанов рассказал им об основных принципах этого вида спорта, какое необходимо оборудование и как правильно тренировать детей в данной дисциплине. Желающим наглядно показал все хитрости и нюансы армрестлинга. Мастер-класс уже дал первые плоды. В скором времени в районе откроются секции борьбы на руках. В нашем районе развиты много разных видов спорта. Теперь же мы хотим популяризировать среди молодежи армрестлинг. Скоро откроем секции в четырех школах Саразека. Они будут открыты для всех желающих. Надеемся, что секции по армрестлингу станут хорошим подспорьем для будущих чемпионов. Также мы планируем приглашать и других именитых спортсменов для проведения мастер-классов. До конца года ветеран спорта планирует провести мастер-классы в Панфиловском, Кигенском, Раймбексском и Сарканском районах. Алексей Цуэй, Седьюсимбек, Телеканал ЖТСУ. Такова была информационная картина на сегодня. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин